Моё почтение, друзья! Многие из вас часто спрашивают, где я покупаю гаджеты, в частности, смартфоны. И вы знаете, друзья, какого-то конкретного места не существует. Что-то я покупал на радиорынках, что-то в местных интернет-барахолках. А что касается моделей, которые официально не выходили на российский рынок, их я обычно заказывал с интернет-акциона eBay. Например, замечательный смартфон Qsira QCP-6035, вышедший ещё в далёком 2001 году, продавался только в США. Но что ещё более интересно, он и собран в США. И на сегодняшний день его можно приобрести только лишь на американских интернет-площадках. Но чем же примечателен Qsira QCP-6035? Дело в том, что в историю мобильных устройств этот аппарат вошёл как один из самых первых смартфонов. Забудем пока об IBM Simon и множестве других гибридных решений 90-х годов. Я говорю сейчас об официальном позиционировании этого термина для широких масс. Ведь никто не применял его в коммерческих устройствах до появления в 2000 году Ericsson R380. Или, к примеру, смарт-часы знаменитой американской компании Fossil, вышедшей в 2002 году. В России их приобрести практически невозможно, поэтому американский eBay очень часто приходит на помощь. Помимо Qsira QCP-6035 в США было выпущено множество интересных моделей, о которых в нашей стране многие даже и не слышали. И приобрести их также можно только в США. Но даже если вы не любитель старых гаджетов и предпочитаете современные смартфоны, да вообще электронику в целом, то покупка в США также будет более выгодной, чем в Европе. Главная проблема покупки товара в США заключается в том, что большинство американских продавцов на eBay и всяческих интернет-магазинов не отправляют свою продукцию в Россию. И даже в том случае, когда продавец готов отправить посылку, стоимость пересылки может значительно быть выше, чем стоимость самого товара. Поэтому разумнее приобретать сразу несколько товаров и получать их одной посылкой. На этот случай существует множество сервисов-посредников, готовых переслать продукцию из США в другие страны, в том числе и в Россию. И одним из таких посредников является компания US GoBuy. И для того, чтобы воспользоваться сервисом, не нужно иметь семь пядей во лбу. Достаточно пройти простую регистрацию, после которой вы получаете адрес в штате Орегон. Этот адрес в дальнейшем необходимо указывать при покупках на eBay, Amazon, Walmart и других интернет-магазинах. После того, как вы оформили покупку товара, он придет на склад US GoBuy. После прибытия на склад, вам на почту придет об этом уведомление. Помимо этого, вся информация будет отображаться на сайте US GoBuy в вашей учетной записи. После чего вы подаете заявку на отправку и оплачиваете ориентировочную стоимость пересылки, которая зависит от объема и веса. Отмечу, что фактическая стоимость пересылки зачастую меньше, и остаток средств будет зачислен на ваш счет. И после того, как платеж подтвердится, посылка будет отправлена на ваш фактический адрес. Компания предоставит для отслеживания трек-номер. Друзья, многие из вас, наверное, спросят, почему именно US GoBuy, а не какие-нибудь другие сервисы-посредники, ведь их, в принципе, существует достаточное количество. Поэтому я хотел бы рассказать о преимуществах компании US GoBuy. Во-первых, сервис предоставляет очень интересную услугу Buy4Me, где вам не надо заморачиваться даже с покупкой. Просто отсылаете ссылку на товар и все. Все остальное за вас сделает посредник. Помимо этого, в штате Орегон, где находится склад, отсутствует налог на подобные покупки, в связи с чем вы сможете сэкономить до 10% стоимости. И самое главное, в отличие от других компаний, в US GoBuy вы оплачиваете только стоимость пересылки, которую можно посчитать с помощью онлайн-калькулятора. Выбираем страну, в нашем случае это Россия. Город пусть будет Санкт-Петербург. Указываем вес. Далее отмечаем длину, ширину и высоту. И нажимаем View Shipping Rates. Как видите, из предложенных вариантов наиболее выгодны через DHL. То есть 90 долларов – это все, что вам нужно будет заплатить при использовании сервиса. Дополнительная оплата будет взиматься только в том случае, если товар хранится на складе более 60 дней, а его количество превышает 10 штук. В остальных случаях, как я уже сказал, оплачивать будете только стоимость пересылки. Кстати, как вариант объединиться с кем-либо для совместной покупки. Например, вы давно мечтаете прикупить себе какой-нибудь древний BlackBerry, а ваш товарищ мечтает приобрести планшет с Windows на борту. Кстати сказать, на сайте имеется служба поддержки Live Chat, которая ответит на все ваши вопросы касательно сервиса. Подведя итоги, хочу отметить, что таким образом вы сможете приобрести, например, iPhone, и даже с учетом пересылки это будет стоить дешевле, чем покупка в Европе. Или тот же самый Pixel 3, который в России вообще официально не продается. Да и, собственно говоря, вы сможете совершать любые покупки на свой вкус. Это может быть одежда, запчасти для компьютера, сувениры, да все что угодно. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, достаточно перейти по ссылке в описании к этому видео, зарегистрироваться и быть ближе к своей мечте. А что касается QSyra QCP 6035, то вы обязательно увидите в одном из ближайших видео. На этом все. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы. И главное, не забывайте, все самое интересное еще впереди. Всего доброго. До новых встреч.